Настрелявшего в автобус подростка завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Напомним, инцидент произошел вчера. Несовершеннолетний открыл стрельбу из пневматического оружия прямо из окна своего дома и попал по проезжающему мимо служебному Лиазу. Никто не пострадал. Стражи порядка быстро вычислили молодого человека и доставили в отдел полиции. Подробнее расскажет Татьяна Красикова. Водитель Григорий Ковалев и представить не мог, что остановка на привычном маршруте может стать похожей на сцену из фильма с пометкой «Криминал». В понедельник после пяти вечера он, как обычно, развозил работников местной строительной организации по домам. Отъезжая от очередной остановки, услышал странные хлопки. Я сразу остановился в салон к людям сразу. Дверь открыл, сказал, чтобы все присели и с автобуса покинули салон автобуса. Вот повреждено два стекла. Было три отверстия в них. В результате потом, когда уже все это сделали, стекло высыпалось. В автобус злоумышленник попал три раза. Обычно в салоне бывает много пассажиров, но в тот день их оказалось всего четверо, вспоминает водитель. По счастливой случайности стекла осыпались не сразу, поэтому никто не пострадал. Щелкнули. Удар такой был. Девчата испугались. Ну, я понял, что какой-то выстрел, как будто кто-то стрелял. Неприятное такое ощущение. Мурашки по коже. Ну, непонятно что-то. Все равно, ну, как и страх, конечно, тоже. Мало ли с чего там стреляли. Все произошло на остановке около Белгородской духовной семинарии. Центр города – оживленное место. Пострадать смогли не только пассажиры автобуса, но и случайные прохожие. Приехавшие на место сотрудники полиции быстро вычислили нарушителя. Как выяснилось, пальбу устроили из дома напротив. Стрелком оказался 17-летний юноша. Он приехал в гости к своему другу. С его слов, идея пострелять пришла в голову внезапно. Данный молодой человек пояснил, что с собой у него был пневматический пистолет. Он выглянул в окно, увидел двигающийся автобус. Ну, и решил из баловства произвести по нему выстрелы. Произвел выстрел, увидел, что автобус остановился. Ну, наверное, испугался, закрыл окно и вместе с друзьями вышли на улицу, где хотели жарить шашлык. Как пояснил следователю молодой человек, оружие он нашел в парке Победы. Это пневматический пистолет. Сейчас оно изъято. Его изучают эксперты-криминалисты. Сам юный стрелок под подпиской о невыезде. О нем известно, что из среднеспециального учебного заведения он был исключен. Кстати, к уголовной ответственности юноша уже привлекался за попытку кражи, но попал под амнистию. Сейчас на молодого человека вновь завели уголовное дело. По данному факту возбужденного уголовного дела, предусмотренное пунктом мая, частью 1 статьи 213, хулиганство, максимальное наказание по данной статье 5 лет лишения свободы. Получит ли юноша реальный срок? Вопрос открытый, ведь он еще не достиг совершеннолетия. Пока же сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Татьяна Красикова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белград.